Всем доброе утро! Как ваши дела? У нас замечательно! Мы находимся в провинции Краби на полуострове Рейли, отель Принцесс. Сейчас мы идем на завтрак, покажу на завтраке, а после, ну, посидим сегодня несколько локаций. Одни из таких, как Пронанг Бич, пещеру Принцессы и пещеру Даймонд Кейв. Гоу с нами! Так, кафе у них находится на нижнем этаже. Это и Цельче. Нас заселили. Так, посмотрим, у нас есть Петра. Развратились в Верхармонии. Hello? По... По Цельче. Отлично. Так, за ней куда сядем мы? Может быть туда поближе? Пойдем выберем местечко. Вот это сколько лет стоит. Вон туда давай, интересное место. Почему солнце? Только так, вверху. Можно на улице вон туда, да? Сесть. Давай местечко вот это займем. Так, покажу, что сегодня на завтрак у нас. Кофе, молоко, драй. Так, здесь у нас вы, по желанию, можете выбрать джем. Масло. Pineapple. Делаю тосты. Ага, выпечка. Так, здесь то, что осталось. Мы сегодня поздно пришли. Женя. Так, показываю, что у нас здесь есть. Здесь у нас такой интересный рис. Называется жареный рис с сосисками. Так, здесь соус у нас чили фиш. Здесь у нас рыба. Рыба интересная. Здесь у нас желтая лапша с курицей. Здесь у нас белый, как называется, фасоль с томатным соусом. Здесь у нас жареные яйца, соусы добавляют. Здесь тоже яички. Здесь у нас курица, сосиски и ветчина. Так, здесь у нас что интересное такое, наверное, какое-нибудь... А, каша, каша. С рыбной. Рыбная каша здесь. Свежее молоко, соки. Ну и сладкие, получается, завтраки. Кто хочет. Здесь можно, кстати, яичницу заказать. Вот, возьму с собой и возьму яичницу. Так, здесь у нас йогурты. Всякие разные страубри йогурты. Всякие вот приправки к овощам. Так, здесь у нас сыры. Это что такое интересное? Такое интересное, не знаю. Здесь фрукты, вот, которых уже нету. Завтра пораньше придем, лучше сниму. Смотрим рыбу. Ух ты! Мостые, наверное. Мостые, наверное. Вот большие, да? Да. Ууу. Женя, какие они огромные. Посмотри, вон там сколько много Подожди Подожди Я хочу, чтобы они выпрыгнули Давай Действительно огромные они Ну нифига, а что они кушают, а? Мне наверное нравится в такой приятной водичке купаться Какие огромные Набирает пищу только друга О, вот этот огромный какой, да? Вот этот Так, мы направляемся В сторону пророк бич Мы вот вышли от нашего отеля Он там немножко Левее остался Вот пирс, откуда отходят лодочки И откуда мы завтра Поедем на пирс Сейчас мы направляемся на Кананг Видите какой отлив? Вода бывает до сюда Когда прилив Вот прям по верху, да? А сейчас смотрите, как она далеко ушла Красота Так Так, я вижу, что в этой дорожке есть Аптеки Магазинчики Кафешки Полно Вот, кстати, магазинчик тоже Здесь можно купить и солнцезащитные средства До 10-30 Магазинчики Кстати Видите, он как наверху находится И вот шикарный вид, да? Едешь на границе, еще оставишь там Так можно несколько раз сделать Не более шикарный Потом можно вылететь в другую стрину Оформить электрическую визу на 60-30 дней За деньги она делается платно Сейчас электронную визу для нее делается Сейчас А вот так и для ВМ по 45 дней Ну, тут лазейки нету Ну, всегда есть что-нибудь, чтобы не ездить У нас-то бабки захотелось Нету? Нету, я имею в виду вот эту бумагу просто заказал Слушай, она ведь, чтобы не ехать Слушай, она чуть больше стоит У кого нету Так ты привезы только где-то Смотрите Какие здесь шикарные деревья Ох Как сильные мотарки Ого, как они сгибаются Видели, как они растут? Так интересно Не рисовать На стенах На скалах не рисовать Штраф 1000 бат Вот она она Вот она Пещерка здесь есть Можно туда пойти Ух ты Видали, да? Жень Пошли 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 Маленькая 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 совсем Для фоток сделать Ну, это другая пещера Это... Ой Ух ты Ну, тупичок здесь Вот Все равно Люблю пещерки Смотрите, какая красота Какие столктики здесь Здесь Вещера Принцесса И красивая Она А это что Так, понимаете? Ой А дай вам Пещеру емали А они в ту сторону А, вот это А, вот это А сюда Побеселка Нет Ох Целая группа Туристов идет Вот Кто знает Найден, не найден Такая вот Пещерочка Маленькая В обезьянах Поисков пищи Обезьянах Поисков пищи Смотри Мусор Вот еще они Вот еще одну мини пещерку проходим Видите, какая красота Вот Кстати, кто здесь водится В мангровом лесу В мангровом лесу Вот такие вот очкастые обезьянки Смотрите, какая миленькая Пещерка, да? Смотрите, там в глубине тоже можно туда залезть Здесь там что-то в глубину что-то идет Очень интересненько, прохладненько Это все солнце Подробно Природой Смотрите, какие сталактиты спускаются Вот видите, я вижу сталактиты спускаются Вот Вообще Очень атмосферное местечко Это еще не все Но До Пронак Пещера принцессы Мы еще не дошли Сейчас сделаем Видали, да? Вот Очень красиво Вот здесь тоже красивое место Вот Здесь вот эту мощную Смотрите, какие сталактиты Вот А вот здесь Снизу вверх Растут Это сталагмиты А когда они соединяются Образуются сталагнаты Их называют Так Уже Дошли мы Практически До пещеры Винцессы Чем она так знаменитая? Видите? Ой Вовсюду Смотрите, здесь Скалолазы Занимаются Своим Свортом Вчера мы тоже видели Таких прикольных Скалолазиков Ой Здесь Песочек Лучше разуться, наверное Песочек Мягенький Здесь Вот тоже написано Предупреждение Что нельзя засорять территорию Страф 100 000 бат Да Очень красивое Смотрите Очень красивое здесь Мы находимся на пляже Пронанг Один из самых знаменитых пляжей Пляжей Самых красивейших пляжей Провинции Крапи Очень здесь Интересненько Так Смотрите, какие нависают Здесь скалы Вчера Совсем были другие Да Вот мы были на пляже Тонсай Вчера были Как сказать Такие вот скалы Ну у них так не нависали Такие вот Сталактиты Вот если вы посмотрите Ну вот Ну вот смотрите Какая красота Как может природа Создать такое чудо Света Вон там Видите Есть пещерка Вон там Пещерка Вон там Столько много дырочек Там наверное кто-то живет А вон там Мы Попозже я вам покажу Пещера Принцессы Это Богиня Плодородия Вот такая вот красота Кстати Этот остров Многие туда добираются в платье Вот Когда приливы Мы сейчас отлив Можем в принципе И посетить его пешком Остров Называется Коранг Видите Отсюда Какие замечательные виды Тоже Все Пещеры Пещеры Очень красиво Видите Как вода Отошла Отливы Везде Отливы Никогда не видела я Что вот На островах Могут быть Такие Отливы Виде Наверное Когда мы приезжали на острова Ну в качестве туров Мы приезжали во время приливов И поэтому я никогда не имела представления Что могут быть такие Отливы Вообще Не представлялось Так возможно Сейчас посмотрим Глубоко здесь нет Вообще Вообще То здесь Не глубоко Мелко Идем Все Я на острове Коранг Вперед отлива До него можно легко Добраться пешочком А в период прилива Вот это все Вот так вот Закрывается Видите Вот эти маленькие Островки Они все имеют название Видите Вода как поднимается Вот этот уровень Воды Посюда Поднимается Уровень Вот Посюда Уровень Поднимается И потом Он Опускается И кстати Мы заметили Приливы Отливы Здесь На островах Вчера мы смотрели Таблицу Каждые Шесть часов Прилив И отлив Вчера Вот шесть часов С шести Начался прилив До двенадцати Цикл прилив Потом отлив Шесть часов Опять двенадцать Прилив Поэтому Где-то двенадцать часов Можно купаться На краби А вообще Таблицу приливов И отливов Можно смело посмотреть В специальных табличках В гугле Вот Вообще В гугле Можно много чего Интересного Посмотреть Видите Вон там тоже Есть Какая-то скала Ой И скала И пещера В ней Но еще удобно Когда вы хотите Куда-нибудь пойти Обязательно одевайте Коралки Защитит вас И от кораллов Легче Можно свободно Ходить По камушкам По кораллам Всяким Защитит вас Конечно же От таких животных Как ежи Морские Ну хотя У меня тоже Эти ежи По-моему Сбоку меня Немножко Тронул этот ежик Ужалил меня Кстати Предосторожности При ежах Если они у вас Нечаянно Ужалили эти ежи Необходимо Это место Как сказать Прямо ударять Кулаком Я прочла Про это И Он меня сбоку Ужалил Снизу то нормально У меня толстая подвошь А именно Сзади у меня Не сзади А сбоку Подвошь практически Нет Ух ты А кто такой? О Это Наверное Морской огурец Прицепился Да? И видите Повсюду Морские огурцы Вот коралик Морской огурцы Ракушки есть Коралики Интересно Когда Одни Посмотреть Что здесь есть Смотрите Вот какие Кораллы Вот здесь Еще одна Пещерочка Интересная О Вот здесь Классненько Прогуляться Смотрите Какой Кораллик Интересный Красного Цвета Прикольно Там туристов Нет Потому что Говорят Именно Днем Очень много Сюда Туристов Пребывает С Острова Макета Ну Из других Островов Вот А именно После обеда Остается Только те Кто живет Здесь Эти людей Практически Очень радует Можно Покуляться Здесь На косу Сходить Потому что Сейчас Ветерочек Такой Бриз Освежающий Очень нравится Этот Бриз Потому что Сейчас В Тайланде Очень жарко Прям А вот Этот Ветерочек Прям Красивый Кстати Убили Здесь Очень красивое Местное Местное Красивое Красивое Местное Местное Интересное Мещение Кокосы В море Да? Вот Какой интересный Кокосик Ха Это Получается В Вьетнанами В бухтах Холонг Вот Потом Еще В каком-то Местное 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 Провинция Крайланди Ну вот Ничем Красотой Вот Эти вот Горы Порошины Пустарниками Зелень Прям Как могла Природа Создать такое Чудо Свет Куда ни Посмотришь Вот эти вот скалы У нас Очень Нравится Очень Нравится Красиво Здесь Очень Красиво А вообще Для того, чтобы Ваша жизнь Как сказать Была Наполнена Яркими Красками Необходимо Каждый день В жизни Видеть что-нибудь Яркое Чтобы не были Серые тона А то приходишь Да Учеба Дом Или работа Дом Один Один И тот же Один И тот же Цвет волос Цвет глаз Не знаю Один тот же Макияж Поэтому Носите немножко В свою жизнь Ну хотя бы Немножко Капельку Красок И тогда Ваша жизнь Чуточку Ярче Как это делаю Я Я не могу носить Просто Бесцветные Контактные Линзы Я ношу Линзы Каждый день То летовые То голубые То селеные Вот Но в одно время Я их не могла Приобрести Но в Алиэкспрессе Сейчас В Алиэкспрессе Цвет волос меняю я Я не могу носить Черные волосы Да Постоянно Я перекрашиваю То розовый Цветный Ну Ну С какой-нибудь Красной Толорированием Могу делать Виолетовые Волосы Сиреневые И даже Зеленый Цвет Так же и в одежде Я не люблю Темные оттенки Когда я покупаю что-нибудь Я стараюсь Покупать что-нибудь яркое Вот Так же и для нашего глаза Радуйте себя Яркими красками Выезжайте Куда-нибудь Не надо говорить Что Ой это дорого Туда-сюда Не могу Везде Даже Казахстане Столько Классное место Видели Красайские озера Чарлицкий каньон Каэнды Озер Блин Там такие Краски Классные И прям Когда глаза видят Эту красоту Прям Знаете Классы Рады Хочешь еще Больше познавать И жизнь ваша Проходит Как-то Более Насыщенно И жизнь вам проходит Как бы Недаром Насыщенно она проходит У вас И вот когда отдыхаешь Например За границей Такое ощущение Мы здесь всего лишь Несколько дней Вот здесь в Тайванье Ну буквально какой день Мы находимся здесь Пятый день А такое ощущение Как мы здесь две недели Почему? Потому что каждый день Мы видим что-то новое Жизни в обыденной В нашем городе Мы такое просто не увидим Там у нас обычная работа Дом, дом, работа Правильно? А здесь И в один день Мы увидим И пещеру Прананг И пещеру Принцессы И я сходила на полкосов У меня тоже, да Уже впечатления И мы сходили на пляж Прананг Вот С утра мы ходили на завтрак Все Все новое Новые эмоции Новые впечатления И из-за того Что мы заряжаемся Этим впечатлением Кажется, что Мы уже долго здесь находимся Поэтому, как говорят Человеку Достаточно хотя бы Взять недельный отпуск Чтобы впечатлиться эмоциями Впечатлениями И он Такое ощущение Как будто он на неделю Но то же самое время Как будто он отдыхал три недели И он приезжает По этому весь Как бы смодреный Насыщенный Такой С новыми эмоциями Новыми впечатлениями Довольный Жизнью Это ему хватает Может быть там На полгода Некогда не хватает Но мне К сожалению Этого не хватает Я хоть Ухожусь Немало Получается За границей Но я Когда приезжаю Обратно в Азастан Я Каждые два месяца Моя душа чувствует Что нужно что-то для себя Находить новое Нельзя Сидеть на одном месте Можно постоянно Сидеть на одном месте Смотреть одно и то же Меня тянет Открывать новые места В этот раз Конечно Я хотела поехать В одну страну В ней я никогда не была Но я еще У меня было мало времени К ней подготовиться Я не могу уезжать в страну Неподготовленно Я изучаю все И досконально Что как Те же самые Например острова Как дойти что Что нужно знать Очень много Мне нужно Получается дней Для того Чтобы досконально изучить А так как времени У меня не было В этот раз Поэтому я выбрала Таиланд Ну немножко другую В провинции Крави Я до этого тоже думала Что в провинции Крави Я еще не была Поэтому Нужно посетить А вот В следующий раз Я уже посещу Ту страну Которой Я никогда не была Это будет Один из моих своих Уражений Вот Я пока не буду говорить Что это страна Вот Но очень хочу туда попасть Хоть говорят Это опасно Вот Ну у меня это не удерживать Я знаю что туда путешественники ездят Ух ты Вкусное местечко Тоже прикольное Ой Очень мне нравится Вообще такие вот места Очень мне нравятся Ну как вам это Скала Грот какой интересный Блин Камера все равно не передает Вообще знаете Такого ощущения Знаете Ой Это могущественная Какая скала Это нужно видеть своими глазами Вообще Камера все равно не передаст ей краску Смотрите сюда что поставили Вообще Вообще Мы еще пещеру принцессы не смотрели Думали оставить ее на потом Пока Думали Отлип Нужно простить эти скалы И вот смотрите Идем Идем в другую сторону А здесь вот Что лежит Оттуда наверное Кто-то притащил И хочет Благословить и эту пещеру Да Смотрите Медитирует немножко Оо Зачем Ну классно Здесь хорошая медитация Смотрите Смотрите Я так Я думала Можем сначала Смотрите Какие длинные огурцы Да вот же они Смотри Лежат как эти Как змеи Смотри их полно И короче их трогаешь Трогаешь А они потом пропускают жидкость Смотри Трой них Девушка Видите как масло А вот здесь мужчины Кучи Вот смотри Целая куча морских огурцов Видишь как Так Так Хотим зайти еще в одну пещерку Ну Она практически Пустая Смотрите Да Представьте Когда прилив Вот это все В воде Ну она такая Совсем маленькая Там дальше И все И заканчивается Ну Таких пещерок Очень много Все Все Полностью Заполняется Вода Такая вот пещерочка Поехали 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 Вверх Поехали Как маленький тачик Как маленький тачик Он залезл на горку И скромно Поехали 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 Здесь я На вершинку Ну До статуса Скалолаза Мне далеко Вот здесь кстати Я видела где Скалолазы Были их Вон они Крючочки Вот И смотрите какой Замечательный вид Открывается Сейчас я еще вон туда Залезу Еще выше Ой какой Замечательный вид На вот эти Два острова Пещеру Прананг Пещера Принцессы Пляж Прананг А я считаюсь Один из самых Красивых Жирописных Пляжей Вот здесь прям Замечательная красота Мне очень нравится Чувствуешь себя Знаете Победителем Я это сделала Классно Как вам Нравится здесь Кстати Словолазы сюда поднимаются Видите Можно еще выше подняться Вот Не знаю Я смогу туда подняться Нет Видите Какие интересные Ну очень А Очень атмосферное место И Краби считается Одним из самых красивейших мест Действительно Я поняла Почему он считается Самым красивейшим местом На провинции Краби Потому что здесь Очень много Красивых Гротов Красивых скал Сталактита Сталактиты Вот эти Вот эти Горы Поросшие Зеленью Мохнатые горы Если Какого-то Бога называет Также Рядом Пляжи Большое Здесь Огромное количество Всяких Гротов Пещер Изумрудные озера Здесь Приливы Отливы Вообще Прилив классен тем Что можно хорошо купаться Отлив Классен тем Что можно Достигнуть Трудодоступные Острова Да Или пещеры Посетить Вот например Были в одной пещере Там Во время приливов Она Недоступная А во время отливов Можно ее посетить Так Я нахожусь Еще выше Еще выше Залезла Оооо Здесь так высоко Дух захватывает Смотрите Вон там Внизу Девушка Ооо А я наверху Оооо Аж голова кружится Сяду Передохну Очень Классно Видите Как быстро наступает Закат Видите Уже закат Сейчас мы будем Встречать Атмосферное местечко Туриста практически нет Да классненько Пляж Пляж Пронанг Пляж Рейли Мне заполнится Надолго Туриста 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 Ооо Продолжение следует... смотрите какая интересная радуга сейчас дождик слегка накрапывает встретили музыкант вот здесь что вышло у нас интересно так там наверное далеке есть дождик идет здесь обстановка такая атмосфера классный романтичная очень понравился мне этот пляж смотрите как здесь красиво закат покупалась я период отлива такая вода классная и вокруг нас такие вот скалы пещеры и сейчас мы зайдем в одну из пещер это знаменитая пещера принцессы когда кстати прилив вот эта пещера она закрывается полностью и когда во время отлива только можно попасть сюда так вот такая вот пещера принцесса состоит из двух пещерок вот смотрите кстати пещера принцесс эта пещера плодородия люди сюда приходят с преподношениями виде фалосов потому что это у нас богиня плодородия принцесса плодородия да и для того чтобы у них был урожай там плодородный род был что было много детей сюда приносит вот такие вот предметы похожие на фалос здесь можно даже прочесть ну ради раньше здесь книга стояла сейчас конечно ничего нету вот надо было сначала ее посетить а потом уже пойти туда но я конечно хотела сильно попасть именно на тот пляж а на тот остров коранг период отлива еще прочитаю и расскажу что здесь есть интересного в другой пещере видите вот какой вот свод вот он вот такая вот пещера принцесса вот подходим к другой пещере тоже надо тоже самая пещера принцесса вот видите что у нас встречают целая куча фалосов тоже честь богини плодородия смотрите как интересно они поставили кстати это еще пещера знаменита тем то что она исполняет самые ваши сокровенные желания сейчас я загадаю желания смотрите сколько много подношений которые вот так просто валяются каждый кстати день меняет свежие цветочки ставят свечки зажигают блин у меня свечи к собой нету о вот нашла и что я делаю как загадает желание да так свечку так 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 Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok